Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала! Сегодня у нас обзор смартфона HOM TOM HT3. Вот такая вот коробочка. Куплен, не помню, примерно за 3800. Посмотрим на основные характеристики. Процессор МТК 6580, две сим-карты, Android 5.1 из коробки, сразу с последней прошивкой. Экран HD, камера основная 5, интерполяция на 8, фронталка 2 мегапикселя, интерполяция на 5. ОЗУ 1 гигабайт, своей памяти 8 гигабайт, из них доступно 4,6. Батарей на 3000 мАч, на самом деле где-то 2600-2800. Толщина 9 мм. Откроем коробочку, посмотрим. Зарядник 2 амперный, провод, обычно стандартный, ничего особенного и книжечка инструкции. Не на русском языке, естественно. И вот в таком пакетике шел сам телефон. Пленку еще не успел снять, посмотрим на его разобранного. Разъем под карту памяти, две сим-карты, вспышка, камера. Разъем под этот провод и зарядку. Динамик 1, хотя имеется в прорези под два динамика, но на самом деле он один. Про версии, возможно их два, это не про версии. Обычно ставим батарею, ничего не скрипит, не гнется, очень качественно сделан. И на самом деле он очень приятно сидит в руке. Для сравнения, HT7 побольше. Вот так вот. И дуги X5 Max. Из всех них он очень приятный. У него закругленные края. Вот такой он весь закругленный. Стекло тоже 2,5D. Края закруглены. То есть палец очень удобно скользит. Снимем плюнку. Под ней мы видим еще одну. Это была просто транспортировочная. Это защитная. И запустим его наконец-то. Запускается. Экран 5 дюймов. Динамик очень, достаточно громкий. Жалко, что их не два. Дизайн мне кстати очень нравится. Он в действительности удобно и приятно лежит в руке. Седьмой конечно тоже замечательно сидит в руке. Но вот дуги лежит ужасно в руке. Кирпич кирпичом. Хотя характеристики почти одинаковые с дуги. И с этим никакого отличия нет. Абсолютно. Да, там камера как бы в HT6 чуть-чуть получше. Но это все фигня. На самом деле они абсолютно одинаковые. Разница там незначительная. Загрузочка немножко долгая. Кнопочки громкости и включение. Чистый андроид 5.1. Ничего нету лишнего. Прошивка стоит последняя. Уже избавлена от вирусов. Сейчас сразу же проверим доктором вебом. Чтобы быть точно уверенным. Убновим базу вирусов. Сканер. Полная проверка. Как только он проверит, я продолжу съемку. Проверка завершилась. Угроз не обнаружено. Все отлично. Молодцы хунтомовцы. Исправили предыдущий глюк с прошивками. Так. Проверим GPS. Включим его для начала. Сразу находит при первом запуске 13. Это я нахожусь в квартире. То есть на улице где-то 4-5 добавится. Запустим Antutu. Посмотрим на его шикарные результаты. Думаю примерно будет 22 тысячи. Продолжу съемку, когда завершится тест. Чтобы вам это все не смотреть. Итак, посмотрим на результат Antutu. В принципе, примерно результат был ожидаем. Рентинг нам не нужен. Android 5.1 32-битный. MTK6580. Процессор. Графический чип Mali 400 MP. Разрешение HD. Камера 8 по факту 5. Процессор 32-битный. Четырехъядерная. Чистота процессора 1300 МГц. Поддержка OpenGL 2.0. Третий не поддерживается. Плотность пикселей 320 DPI. Ну и все. В принципе, здесь больше ничего интересного нет. Так, посмотрим на само меню. В принципе, голый Android с небольшими внесениями. Это предустановлено Go-клавиатура, которую можно сразу удалять. Она бесполезная и неудобная. Также Bogan Kidboard, из-за которого бывают часто глюки проблемы. Я его тоже удалю. Качество связи в телефоне отличное. Никаких посторонних шумов, ничего нет. Мигает этот датчик света. Значит, он у нас работает. Запустим камеру. Посмотрим. Так. Потерял я камеру. Камера, как камера. При слабом освещении притормаживает. При нормальном освещении работает нормально. От телефона стоимостью до 4000. Не стоит каких-то ждать фантастических результатов. Но плохим его точно не назовешь. Он сидит хорошо, разговаривает. Разговаривать по нему нормально. Собеседник слышит. И я собеседника слышу. Камера для просто что-то запечатлеть тоже достаточно хватает. Фонарик средней яркости. Главное, что светит. Поддержка сетей только 3G. 4G не поддерживается. Передача данных составляет 22 мегабита в секунду. То есть на закачке у вас будет где-то 3,8. Что-то еще интересного есть. Настройки все стандартно. Зайдем в экран. Мира Вижн есть. Повысим яркость. Динамическую контрастность можно включить. Сцена будет более плавно и более динамично как-то происходить. Удобная функция. На всех телефонах ее включаю. Русский язык также имеется. Как в любом андроиде. Батарея. Все работает. Magic Drums. Можно включить. Такие штуки вот будут. Наверное не видно. Но появляется что-то типа пузырьков. Что еще? Ну все остальное. Системные жесты. Есть автоответ. Ответ без касания. Световой индикатор. Будет все мигать. Когда вы включите при звонке. Также имеются жесты. Заблокируем его. Нарисуем букву Е. Откроется интернет. А так в принципе вот пузырьки. Там можно сердечки. Всякую ерунду выбрать. Бесполезная функция. Что у нас еще есть в настройках. Меню для разработчиков сразу открыто. Отладку включим по USB. Об ошибке включим сразу. Ну вот в принципе и все. Bluetooth и Wi-Fi работают отлично. Так что советую данный телефон к покупке. Ссылка где я его покупал будет в описании. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok